Слава Господу, дорогие братья и сестры! Слава нашему Творцу! Наш Отец, Спаситель, Создатель, Он здесь среди нас. Слава Ему, дорогие братья и сестры! Какая честь у нас это есть! Какая привилегия, что мы можем приходить сюда вместе с друг другом, прославлять имя Его! Он дал нам эту возможность, и за это слава нашему Господу! Дорогие друзья, сегодня Господь хочет наполнить наши сердца. Он хочет касаться, менять нас, менять наш разум, сделать нас другими, теми, которые Он хочет видеть, детьми Его. Братья и сестры, я хочу поделиться тем, что на моем сердце, мое переживание, то, что я верю, что Господь говорил ко мне, открывал мне, я хочу с вами поделиться эти места. Вы знаете, первое, что я хочу сказать, или первое место, которое я хочу прочитать, это Псалом 34. Этот Псалом очень интересный, для меня он показал, вот сейчас прочитаем историю такую. Итак, со второго стиха я буду читать, 34 Псалом. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему не престанно в устах моих, Господом буду хвалиться душа моя, Господом будет хвалиться душа моя, услышат кротки и возвеселятся, величайте Господа со мною, и призываем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищего звал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его, и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святый Его, ибо нет скудости у боящего Его. Скинны бедствуют и терпят голод, а ищущий Господа не терпят нужды ни в каком благе». Слава Господу, дорогие братья и сестры, то, что Давид пережил, то, что он написал. И вы знаете, читая это место, я помню, пару лет тому назад, я говорю, Господь, Господь, Давид был в такой ситуации жизни, что уже перед ним стояла смерть. И Ты его вывел, Ты его просто помог ему выйти из этой ситуации. Он прославляет Тебя. И я думаю, Боже мой, в моей жизни, там, где я нахожусь, у меня и свои проблемы, и то, что, может быть, тяготит сердце мое. И бывают моменты, когда я взываю к Тебе. Почему, Господи, я не вижу этого? Я, кажется, молился, я, кажется, исповедовался, я ищу Тебя, я крещён Духом Святым. Я говорю, Господи, я желаю это. Я желаю, когда я взываю к Тебе, когда я прошу Тебя помощи, Господи, чтобы Ты услышал меня. Почему? Открой мне. Где здесь разница? Почему, когда я склоняюсь к колене и молюсь, Господи, я прошу Твое исцеление. Господи, когда я молюсь, может быть, о кем-то. Господи, где Ты? Вы знаете, иногда вопросы такие в сердце входят, да, в мысли. Я думаю, я не один, если я так скажу, да, и это правда. И в Господь, помоги мне понять. И вы знаете, смотря на это слово, если мы пройдём, здесь Давид пишет, всякое время, непрестанно на устах моих идёт хвала. Я думаю, хорошо, я люблю славить Господа, я люблю петь Ему. Что дальше? Хвали, третий стих, Господом будет хвалиться душа моя. Пятый стих, я взыскал Господа, и уже в конце, что случилось? Он избавил меня. Душа поёт, ты хвалишь Господа, и в момент, когда ты ищешь Его, ищешь ответ на какую-то проблему, Он вышел, Он ему помог. Почему? Десятый стих, бойтесь Господа, святый Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Я говорю, хорошо, Господь, бойтесь, уважайте, переживайте, имей такое отношение близкое с Богом, что ты боишься потерять это. Ради всего в этом мире и просто кинуть это всё и сказать, Господь, ты у меня номер один. Я думаю, Господь, это хорошо, я вижу, Давид это старался. У него был контакт с тобой, Божий, но что дальше? Как мне так действовать? Как мне так действовать? Здесь написано, вкуси, и увидите, как благ Господь. Я помню, не один раз я плакал, перебомнил, Господь, я хочу вкусить, я хочу попробовать, что это такое? Я ещё был молод, я помню, вы знаете, иногда с молодёжью собираемся, там такие бурные молитвы, я думаю, Господи, вот ты, и когда я ухожу в свою тайную комнату, там меня уже преследует иной, и у меня всякие мысли, я говорю, Господь, что случилось? Почему? Зачем? Как? Я месяц, два, три, в силе, в действии, кажется, иду, всё хорошо, и спотыкаюсь, и падаю. Я знаю, написано, праведник 7 раз упадёт, и 7 раз станет, вы знаете, я молодой, говорю, Господи, я праведник, я упал, я стал, всё, я стою с праведником, аминь, провозглашаю, всё, но всё равно, что ещё, Господи, открой ты мне? Я много молился, я много молился Господу об этом, и вы знаете, я верю, Господь говорил в сердце моё, работал через меня, говорил через братьев, от Матфея 13 глава, очень интересные здесь слова, от Матфея 13 глава, 44 стих, ещё подобное Царствие Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нём идёт, и продаёт всё, что имеет, и покупает поле его, ещё подобное Царствие Небесное, купцу, ищущему хороших жемчин, которые, найдя одну драгоценную жемчину, пошёл и продал всё, что имел, и купил её. Какие здесь сильные слова. Наша цель через Иисуса Христа, даже не цель, Иисус Христос, через милость Свою, через смерть Свою, Он открыл нам дверь к Отцу Своему, дорогие братья и сёстры, Он спас тебя, Он спас меня, и Он дал нам это сокровище, это небо, это быть с Ним рядом. И написано, что эти люди, они отдали всё. И я говорю, Господь, а где я стою, отдал ли я всё? Что ты хочешь мне через это сказать? Да, я покаялся, я водное принял, я себя похоронил в воде, воскрес в Тебе, в Духе молюсь, Господи, я готов. Но здесь глубже написано, Бог хочет, чтобы полностью ты всё отдал, потому что в этом мире у нас идёт борьба, дорогие братья и сёстры. Борьба, она так и есть. Очень часто, вы знаете, когда я похожу к служению, я говорю себе, Господи, пришёл ли я сюда узнать о Тебе больше или узнать Тебя лично? Вот даже задайте себе этот вопрос, дорогие братья и сёстры, очень часто мы приходим на служение, по традиции, просто по обыкновению, потому что, может быть, мы привыкли, или мы хочем. Нам нравится прославление, всё, слово, проповедь, как пастырь говорит, да, атмосфера, люди, Дух Святой касается, здесь огонь, действует. Слава Богу, потому что Бог с нами. Но вы знаете о Нём или вы знаете Его? Вы понимаете разницу здесь? Знаешь ли ты о Нём или знаешь ли ты Его? Потому что многие в этом мире, даже здесь ходя, они знают о Нём, они слышали о Нём. И годами я сидел, я знаю. Это переживание сердца моё, где я знал о Боге, кто Он, с детства меня учили, с детства я слышал, с детства я пел, я прославлял. Но я знал о Нём. Пришёл момент в моей жизни, когда я сказал, Господь, хочу узнать Тебя лично. Я хочу узнать Тебя лично. И не просто в тот момент, но каждый раз, когда я прихожу на это место, каждый раз я прихожу в служение, Господи, пришёл ли я здесь услышать о Тебе или от Тебя? Дух Святой, благослови, открой сердце моё. И как это сделать? Как это сделать? И здесь хороший пример. Вот эти два примера, где они отдали всё. Где они всё отдали. Вы знаете, когда мы нашли это сокровище, когда Бог его нам дал, и мы это получили, мы его спрятали и ушли, или мы пришли назад и всё продали и выкупили. Это место, что я имею в виду? В нашей жизни есть разные суеты, разные, может быть, проблемы, жизненные пути, правильно? Иногда грехи даже восстанавливаются, грехи иногда подходят, да, temptations, по-английски, как можно сказать. И мы часто падаем. И эта мерка показывает нам, что мы не всё отдали. Что мы не всё отдали ради Христа. И я себя тоже этим проверяю. Этот мой, это есть путь, как проверять это. Господи, я упал в этом грехе, это значит, я тебя не уважаю. Это значит, это сокровище, которое ты мне дал, я его не взял. Я отвернулся от тебя. Господи, помоги мне. Вы знаете, там в Библии написано, что если соблазняет глаз твой или рука твоя, убери, отсеки. Почему? Потому что ты стоишь перед путём адом или небом, дорогие братья и сёстры. Это значит, остановись сейчас. Если у тебя какая-то проблема, ты где-то стоишь не на правильном пути. Может быть, какие-то temptations, переживания. И ты говоришь, Господи, Господи, где я? Как я стою? У тебя выбор. Между адом и небом оно так и есть. Лучше вырвать, лучше отсекти, лучше без этих членов прийти, но быть на небесах с Иисусом Христом. И я, когда, вы знаете, иногда может быть какой-то гнев или проблемы, или хочется где-то даже неправильно поступить. Я говорю, Господь, нет. Я почувствовал, я вкусил, я увидел драгоценно, я не буду это делать, потому что я знаю, как велик ты. И этим Господь помогает. Вы знаете, в Псалме 37 написано, «Малое богатство у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышца нечестивых сокрушается, а у праведника, а у праведников укрепляет Господь». Амос, 5 глава, 14 стих, «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Савуов будет с вами, как вы говорите, возненавидьте зло и возлюбите добром, и восстановите у ворот правосудия». Дорогие братья и сестры, как важно, когда иногда хочется что-то написать иначе, как-то сделать лучше для семьи, и я говорю, Господь, это Твое благословение, Ты даешь это, это финанс, да, я там как-то не так написал, но это благословение Твое, я полностью даже искажаю это, это даже, можно сказать, мерзко перед Богом. Вы знали, были такие ситуации в моей жизни, я говорю, Господи, прости, смотря назад, я говорю, Господи, прости за это, и чтобы я больше так никогда не делал. Дай мне бежать от зла, дай мне бежать от этого коварства, дай мне бежать, когда впереди меня стоит пропасть, вы знаете, так и написано, флы, бежи, убегай, но оно не так легко, правильно? Вы знаете, я пару лет тому назад говорил с одним молодым хлопцем, можно сказать, и он говорит, Илья, ну у меня вот, ну юношеские такие, бурь, все переживания, и я каюсь, и я прошу, и Бог прощает, я верю, но опять я падаю, и опять я это делаю, ну Илья, все так делают, ну все, все у нас, вот ты сам знаешь, все делают. Дорогие братья и сестры, широкий путь он ведет в ад, а есть узкий путь. Если Бог тебе драгоценен, если Бог лучше и выше всего, сам Иисус сказал, если возлюбишь отца и мать, не достоин меня. Почему, дорогие братья и сестры? Почему? Потому что мы были даны это возможность найти это сокровище. Что ты с этим сокровищем сделал? Сегодня у нас есть этот момент, не важно, что было в жизни нашей, мы можем склонить наши колени сегодня и сказать, Господь, сегодня я хочу не знать о тебе, а знать тебя. Я хочу, чтобы ты не знал обо мне, а знал лично меня, чтобы когда пришел тот момент в жизни моей, я пристану перед тобою, чтобы ты сказал, ты мой сын, ты моя дочь. Я не хочу быть тот, который скажет, Господи, я же тебя знал. Господи, я и шел, я ходил, где ты, а воочи? А он скажет, я не знал тебе, почему? Потому что ты ставил грех выше этого сокровища, выше этого жемчуга, дорогие братья и сестры. И я говорю, Господи, хорошо, это понятно, но где набрать силы? Наша брань духовная, война духовная, и постоянно мы в этой войне, в войне находимся. Итак, второзаконие, 6 глава, 4 стих, и ниже написаны такие слова. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, и всеми силами твоими, и да будет слово сие, которое я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о нем, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжай их на знак на руки твоей, и да будет они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих, Слово Божие это победа, Слово Божие это есть сила, Слово Божие, оно очищает тебя изнутри, from the inside out, it cleanses you, оно чистит тебя, не важно как, начни через Слово Божие, и я часто говорил, когда в молодежи был, я говорю, дорогая молодежь, ты хочешь силу побеждать эти грехи, ты хочешь больше не падать, мы хочем, да, но это есть борьба, это война, пребывай в Слове, в Слове день и ночь, взывай Господу, в прославлении, хвали милости Его, то, что ты имеешь эту возможность сегодня, обращаться к Нему, ибо Он Отец твой, и ты увидишь силу, человеку невозможно, но Духу Святому, который с тобой сегодня, который говорит тебе, с Ним оно возможно, и Бог взывает, и Бог говорит тебе сегодня, услышь ты меня, ты есть дитя мое, и я говорю к тебе, услышь меня, ибо ты имеешь эту власть, принять Словом, которое я говорю тебе, или отказаться от Него, вы знаете, не всегда так будет, не всегда будет возможность услышать Слово Божье, не всегда будет возможность склонить наши колени, дорогие братья и сестры, но сегодня Бог говорит нам, через Слово Его, что если мы возлюбим Его, если возлюбим Иисуса Христа и скажем, нет, я больше это делать не могу, а воочию, через Слово Твое я буду жить. Это Слово, которое в сердце моем, на устах моих, вокруг глазах моих, я не буду туда смотреть. Я открываю, он выходит, я закрываю, я бежу. Вы знаете, я когда-то так делал пару раз. Я просто закрывал, я выбегал на улицу. Я говорю, Господь, не хочу, не хочу, потому что я хочу Тебя. Дорогие друзья, вкусите, как благ Господь. Как милостив Господь к нам сегодня. Он велик, он чудесен, и сегодня он хочет иметь с тобой отношения. Не просто, чтобы ты знал о Нем, но знал Его. Братья и сестры, я молюсь Богу, я прошу Его, помоги мне, помоги мне. Сила в Слове, сила, которая очищает. Вы знаете, мне даже нравится, я вот ношу это Seattle Bethany. Пару раз иногда у меня были испытания, и я смотрю на руку, говорю, нет, Господь, я в церкви Seattle Bethany. Я верующий, я не буду. Дело то, я промолчу. И вы знаете, помогало. Она так и есть. Вы знаете, я даже когда молодой был, иногда я вязал всякие повязки. У меня в комнате даже было, на экране, на компьютере слово, чтобы оно помогало мне. И я советую вам то же самое, дорогие друзья. Бог будет помогать. Он хочет помогать. Он хочет миловать. И сегодня ты здесь, потому что Он тебя любит. И Он говорит тебе, не пропусти этот момент. Не пропусти, потому что когда ты вкусишь, как благо Он, у тебя мир будет иной. Он сделает твой разум иной, сердце иное. Ты сейчас сидишь и плачешь, но Бог изменит эти слезы от боли и сделает слезы радости. Он хочет это сделать, дорогой брат и сестра. Откроемся Ему. Прославим Его. Станем, будем молиться.